И четвертый знак это скорпион. Так вот по скорпиону я бы мог сказать такую вещь, что настоящая мистериальная такая картинка скорпиона, это не столько скорпион, как насекомое, а сколько орел, выходящий со сложенными крыльями из засохшего, скажем, тела скорпиона. То есть это образ перерождения как бы из такого насекомого, с отрицательными характеристиками, птицу высокого полета становится. И любопытно, что в Библии есть много описаний этого фиксированного креста, особенно в Ветхом Завете, насколько я помню, там как-то Илья возносился, вот эти, Енох там, ну и так далее. То есть там можно почитать, там прямо так и написано, что четыре стороны света, человек, ну там бык, лев, орел и человек. То есть там даже не скорпион, а как орел этот знак описан. И любопытно еще одна вещь, потому что в современной астрологической традиции знаки войны это два знака, овен и скорпион, то есть ими управляет Марс. Так вот вспомните, вот например, римских легионеров, что они писали, символ какой птицы, у них был там, как это, штандарт или как это называть, вот, орел. То есть это образ, то есть это мифология, а они поклонялись там Марсу и Питеру, то есть у них это как бы, это не просто пустой звук, это как бы типа как в современном, например, христианстве, там аналог иконам или каким-то там святым мощам. Вот это нечто подобное. Такое было у имен, имело отношение, ну вот, с их, с их, ну, античным таким мировоззрением. Кстати, сейчас Соединенные Штаты, в общем-то, это тоже орел, кстати. Да, Майкл, а теперь посмотрите, в каких геронтических символах орлы, то есть это повсеместно, я как раз к этому и подвожу. И обратите внимание, что эти страны, они именно с этими символами, там тема войны очень и очень исторически часто проигрывается. То есть именно исторически, то есть эти страны часто очень воюют, вовлекаются в какие-то, ну вот эти конфликты и так далее. Даже если ты уже больше сам, например, я же не учил, 38-го года, что она упала на Чехословакию, между прочим, когда Мюнхельский сговор был. Вот, и это, то есть, да, германская, это германия, орел там символ, помните? Да. То есть вот, куда ни пойди, вот, то есть получается, орел, это марсианский символ. То есть это, и нам его подменили, потому что, ну, в настоящее время, вообще в астрологии много, я бы так сказал, не столько белых пятен, хотя этого хватает, а сколько, я бы даже сказал, эзотерических диверсий, если как это можно выразиться, наверное, таких вот специально, представляете, символизм, а? Да, вы знаете, откуда, вообще, откуда самого изначально все это дело пошло? Значит, друг и соратник Всевышнего, ну, опять же, в некоторых конфессиях, в ведической концепции Вишну, это был Гаруда, это была огромнейшая птица, которая носила, которая носила Вишну, и это символ могущества, потому что сам Гаруда, как существо, обладала огромными качествами, и поскольку это был символ власти, символ могущества, соответственным образом в нашем мире, мы знаем, и Гитлер, он же полностью извратил ведическую концепцию, являясь большим поклонником, кстати, и знаки, которые он себе взял, и свастиху эту он себе взял, круговорот этот самый, и... Да, там целая история, мы еще не будем вдаваться в эти детали, откуда это все пошло, потому что там есть очень много нюансов, которые, кстати, неизвестны, это все скрытая вещь, это все мистика. Ну, так он же, Абенерб, там специально в СС была организация такая, которая занималась поиском эзотерических артефактов, и с каких-то тайных знаний. Да, мы об этом поговорим отдельно, это отдельная программа, причем это даже не тема одной программы. Я когда-то делал такую, ну, какую-то часть, что ли, когда на живом радио, когда вел передачу. Так вот, возвращаясь опять же к Орлу, вот оттуда пошло, вот от этого пошло, поскольку это могущество, это, ну, как бы надо быть там на вершине всего. Вот сегодня... Так это символ, да, да, да. Но он имеет отношение как раз, вот, я хочу сказать, именно символизм вот скорпиона, то есть это даже правильнее называть этот знак Орлом, а не скорпионом. Вот просто это даже называть, это, знаете, вот когда, ну, вот, что такое насекомое скорпиона, да, и что такое петенциарь его? Разные вибрации, ну, совершенно. Ну, просто даже, даже человек даже представляет, вот это насекомое, которое, там, ну, пуст... Житель пустыни такой, ядовитый, и горный, 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 горный орел, да, но совершенно благородное. Да, это вибрация, это полет. Это, знаете, как принизивие. То есть мы сразу, когда говорят, скорпион, это, хоп, какая-то вот ассоциация с каким-то вот таким ядовитым, таким опасным, неприятным, каким-то насекомым. Да, но как насчет того, что, возвращаясь к астрологии, Сатурн находится чуть ли не в последнем градусе? Именно скорпиона. То есть речь идет, опять же, о ядовитости каком-то. То есть, опять же... Во-первых, Майкл, я просто, чтобы вот и слушать, у меня была путаница, я же работаю в Торпическом зодиаке. В Торпическом зодиаке Сатурн сейчас идет по столицу. Для чего, кстати, разница? Если слушать, то им это интересно. Почему две разные такие два взгляда, из астрологических, западный и восточный? Западный сектор астрологический, это ядская такая астрология, которая больше исследует не вопросы, сколько внутреннего развития, хотя там тоже это есть, сколько внешних событий, ну, как бы материального плана. Материального плана. И она отчитывается, то есть, все это считается солнечного состояния весеннего. 12 знаков зодиака, и там оно все, и так далее. А вот восточная астрология, она неизвестна, от чего отчитывается. Там порядка шести вариантов в настоящее время есть, откуда вести отчет, спорят разные школы. Ну, блин, это как бы большинством... А, наверное, Лахери, да, правильно, как бы я там... То есть, это где-то 20, сколько там сейчас, 4 градуса где-то она... О, там, 24 градуса, да. А есть разные... И, кстати, аргументов, внятных аргументов, почему принимать надо за тучу отчетов и на Лахери, а не другого, скажем, автора, тоже нет. Потому что он говорит одно, второй другой говорит, что нет, на самом деле надо отчитывать вот этого места, там была звезда, да она погасла, и третий там говорит, что... То есть, вот он, кстати, похоры, непонятное, неясное, ненаучное, и как только, поверьте, потому что авторитету, вот авторитет сказал, мы ему верим. Почему? Потому что такова традиция. Ну, почему? Но тем не менее, есть пересчеты, ведь пересчеты пересчитываются от сегодняшнего момента, то, что сегодня происходит, пересчитывается то, что было раньше, таким образом делается ректификация, ведь, правильно, от событий, когда узнаем... Ну, я не могу сказать, я вот сколько исследовал, у меня что же, я, скажем так, я изучал юридическую астрологию, я ни в коем случае не хочу противопоставлять ее к, скажем так, правильно сказать, синдерический знак, к тормическому зодиаку, точнее, синдерический зодиакальный круг, к тормическому, который неподвижный, к тому подвижному, который западный, который работает, тормический уже. Я, наоборот, в дебатах говорят, что это два разных взгляда на одну проблему, и просто синдерически, возможно, тот, который восточная астрологическая мысль, которым занимается он, может умышленно закрыть сейчас человечество, в принципе, не информацией, что на человечество не навредило. То есть, возможно, когда придет время, возможно, откроются какие-то источники будут, либо носители знаний появятся, которые дадут человечеству внимание, вот, венитической астрологии в полной ее красоте объеме. Но в настоящий момент, вот с теми вопросами, с которыми мне обращаются клиенты, клиенты и так далее, техники тропического зодиака более внятно дают ответы, и как им нет клиентов и понятные и принятные, скажем так, чем вот те техники, которые описываются венитическом, ну, я не хочу себя знатоком называть, я говорю, настолько, насколько я изучил. Я изучал так, по книжкам я сразу хочу сказать, ни в школе никакой венитической астрологии не учился, ну, может, это еще впереди, но вот просто говорю к тому, что меня ввел вот на эту, скажем так, астрологическую кандиджику, как можно близиться. Да, дорогие друзья, я хочу напомнить о том, что мы находимся в центре Сенгейс, меня зовут Майкл Мелехов, руководитель центра, и мы беседуем с профессиональным астрологом, руководителем астрологической школы Андреем Бухариным, и мы просто беседуем, у нас формат сегодня беседы, но есть мнение, мнение профессиональных людей о том, что, несмотря на разные точки зрения, и вот сегодня тема, как бы, тема, ну, комбинации двух подходов действительно западного, восточного, ведической астрологии, западной астрологии, о том, что было бы неплохо привлечь к участию в этих передачах других астрологов, как западных, так и восточных, и вот мы планируем совсем скоро, а конкретно, уже в этот четверг, я надеюсь, что мы протестируем, у нас не будет вот этих технических неполадок, и в эфире, и в эфире, что начать после затмений вообще было бы, если так, такой хороший проект, сейчас бы, а мы не будем ничего такого серьезного, мы познакомимся, мы обозначим, да, мы обозначим, нет, вы против, вы против, если вы против, то мы не будем. Я не против, я просто говорю, что если мы начинать что-то, то лучше после затмения, после 26 февраля, это такой серьезный проект. Дорогие друзья, у нас сегодня только понедельник, у нас есть время, как до затмения, так и после затмения, мы следите за нашими публикациями, анонсами, то есть мы объявим, когда мы встретимся, и мы, так сказать, я соединяю в одной комнате, виртуальной, Андрея Бухарина, Василина Мицкевич, ну и может быть еще кого-то. Так что это будет интересно. По поводу того, что, опять же, вот эта визическая система, визическая астрология и западная астрология, ну лично меня, вот лично меня, побывавшего там и изучавшего там какие-то определенные науки, меня интересует, где находится нечто неосязаемое, нечто нематериальное, которое называется душой или духом во всех вопросах, которые рассматриваются в астрологии. То есть, то, что вы сейчас озвучили, вашим клиентам понятно и понятно вот отвечают на многие вопросы, это на вопросы элементарно возникающие у любого человека, поскольку мы себя ассоциируем как с материальным телом. Мы себя никак не ассоциируем с душой, это уже относится к религии, это относится к чему-то совсем другому. И мы, кстати, это не будем делать, но тем не менее, нельзя забывать о том, что есть такие понятия, верю-не верю, это наше право, наше дело. Ну, вот этих вопросов мы будем касаться, если вы не возражаете. Ну, большое внимание. Я думаю, юргенослушные будут интересно поговорить на этом, чем я послушать. Дорогие друзья, обращаюсь к вам. Значит, то, что я вижу, вот у меня на другом компьютере чат и чат показан, мы сейчас ведем в формате скайпа. К сожалению, Google Hangout идет в конфликт со скайпом, поэтому как-то не получилось. Пока, во всяком случае. это лучше вот этот, вот как раз вот по этому Hangout лучше после затмения начать, потому что оно как раз вот и не дается. Нам уже не первый день, пока мы в этой фазе, ну, лучше там начать, мне кажется, как раз после 28-го. Может быть, это не дается только мне, поскольку я как-то где-то что-то, как-то что-то понимаю, но я один не могу делать. Но там фатальные ошибки какие-то, ссылку вы не даете, а она там пишет ошибка, не открывается. Значит, какие-то высшие силы препятствия. То есть, мы все делаем правильно, а оно, скажем, запрет дает. Значит, не надо. Видите, дорогие друзья, это лишний раз говорит о том, что нам подают знаки, о том, что, ну, или рано, или нельзя. Поэтому мы исследуем, мы следуем. знаков, да? Правильно? Андрей, хорошо, у нас время подходит к концу нашего, нашего переда. Пролетел час, но незаметно, быстро. Час пролетел, без сомнения. Что бы вы хотели порекомендовать нашим радиослушателям? Я только хочу напомнить о том, что вы и сами об этом говорили, правильно ли я это освещаю еще раз, о том, что вам ближе почему-то, вы сейчас еще раз повторите, что происходит на территории, скажем, Соединенных Штатов, чем то, что на территории России, поскольку, поскольку, вам слово. Ну, во-первых, я бы не так бы это описал немножко. Почему мне? Мне для России близка гораздо, чем Соединенные Штаты Америки. Не в плане патриотизма, нет. Здесь уже, как я много рассказал и много чего, скажем так, озвучиваю непублично по ряду причин, потому что те события, которые, ну, вообще сейчас развлекаются, и не сли, а с этим связаны проведем и прочим, и таким, скажем, астрономилом покалечиться, и я что-то не очень у себя на эту роль как бы хочется мне этим быть, хотя может жизнь так и ставит в эти рамки. Но Соединенные Штаты Америки, ну, просто Соединенные Штаты Америки по астрокартографическим линиям у меня хорошие линии проходят, поэтому мне прогнозы даются там лучше. Я имел неудившись на астроводитель вега. Да, не потому что вот такова судьба просто, и вот Майкл сам из Соединенных Штатов они из Германии или откуда-то, потому что у меня знакомые все по всему миру есть, но вот именно притягиваются скажем таки вот партнерские проекты из Соединенных Штатов. Почему? Потому что по судьбе у каждого человека, у каждого без исключения на земле есть места, где ему опасно для жизни, где наоборот его ждет профессиональное признание, где его опубликуют в прессе, где женится, где он может развестись, не смогу поговорить и так далее. И поэтому надо просто знать. Это как, знаете, как география. Вот мы знаем, здесь яма, а здесь дорога, правильно? Вот мы же лучше по дороге пойти, чем там по яме какой-то, по болоту. Поэтому в Соединенных Штатах Америки такова судьба небесная программа у меня, что мне легче даются прогнозы. Мне понятны, это я даже скажу так, даже я в английского языка так только знаю на уровне там, что я программ, как я сказал, мои инглеси, звали по вот и все. Да, дорогие друзья, вы не поймите прерывратно мои слова о том, что ближе в Соединенные Штаты. Нет, в плане астрологическом, естественно. Потому что мы сейчас не говорим, да, несмотря на то, что я проживаю 25 лет в Соединенных Штатах, это не значит, что я американец и я следую. Нет, абсолютно. Я езжу туда. А что, американцам может быть что-то никто не запрещает. Не в этом плане, не в этом плане. Я родился в России и я принадлежу там, душу и сделаю там. Но дух, дух, опять же, душа может быть в другом месте находиться. Это же не время, не расстояние. Тут нету этих таких параметров. Давайте мы все-таки перейдем больше к прогнозам. Вот прогнозы, тем не менее. Какие прогнозы благоприятные, какие неблагоприятные, ну, как минимум до конца месяца. я уже озвучил это, что в целом, я говорю, месяц он будет по-народостающей от стабильности кризиса уйти. Это мое мнение. Причем март-месяц еще веселее будет, чем вот этот месяц, потому что в марте конфликтные планетные аспекты, есть Юпитер с Ураном Плутоном, там, там, квадратный, еще интересно тем, что там разворачивается Венера в ретрофазу. Так вот, там-то она уже разворачивается, это 4 марта, но в транзитную петлю, такой термин есть, транзитная петля, то есть, когда планета идет между определенными градусами, сначала в директной фазе, потом разворачивается в ретроградной, потом опять разворачивается и опять в директной, она уже вошла. И уже сейчас мы уже все причем в результате вводим в амбиту событий, имеющих отношение к теме Венеры. Венера это любовь и день, если так по-простому. То есть это в марте месяце, ближе к марту месяцу будут события из прошлого, какие-то возможно партнеры могут появиться, ну, скажем, с кем были, какие-либо отношения по теме любви или по теме когда-то в прошлом, и они остались незавершенными. То есть когда из прошлого возвращаются люди, появляются в нашей жизни, и мы как-то завершаем эти отношения с чем-нибудь в прошлом. Часто на ретрофазе люди расходятся, то есть Венеры именно, когда вот если какие-то накаленные такие отношения партнерские, то ретрофаза, она Венера подлится, кстати, с 4 марта по 15 апреля полтора месяца. Да, то есть это период такой вот испытаний на прочность любви, когда мы, это, кстати, период, когда нежелательно первый раз, кто, ну, особенно замуж, то есть свадьбу проводить в эти периоды, то есть это считается, что на ретроградной Венере один из показателей к запрету. Хотя в моей практике были случаи, когда люди разошлись, а потом опять поженились на ретроградной фазе, до сих пор живут, то есть на ретроградной фазе Венеры. Но здесь как раз случай в том, что это как бы одни и те же персоны, и они как бы у них возврат был опять к старым отношениям. То есть да, это можно, это возможно так и как исключение есть, но обычно женятся не вот так, что как бы второй раз между собой, а как бы новая семья образуется, вот новая семья семья образовывать на ретроградной фазе не рекомендовано. Лучше потерпеть немножко и позже, когда он станет прямой движением. Вот это скажем так максимально главный посыл этого. То есть тема денег, любви. И я еще сказал бы так, что чем ближе к концу месяца, тем больше вероятность в некоторых странах смены власти неожиданной. По теме выгрул сценарий, какой был весной 2014 года на Украине. То есть ну как в каких странах не буду озвучивать. Понятно. Посмотрим поживем в каких это может быть. Понятно. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Мы благодарим вас о том, что вы будете с нами. Я вижу, есть люди, которые наблюдают, я не знаю, правда, есть ли изображение, но есть звук, поскольку иначе людей не было бы в чате. Изображение будет у нас на камере, поскольку мы снимаем. Изображение будет на компьютере, поскольку там тоже идет запись. Ну, что-то мы скомбинируем. Короче говоря, Андрея Бухарина вы увидите во всей красе. Вы лучше снимаем в мире, а ладно? Да, ладно. Я соответствую, еще пытаюсь, точнее. Дорогие друзья, я хочу вот сказать о чем. Вот вот эти все рекомендации, которые, особенно последние, которые были, Андрея Бухарина, это рекомендации, понятно, общие. Существует сегодня, существует, скажем, прогноз, вот как сегодня на сегодня. Мы сейчас не будем это дискутировать, но я был неоднократно в Индии и общался с людьми с очень серьезными астрологами, которые являются, у них есть наследие, пришедшее за несколько тысяч лет тому назад. Мы сейчас не об этом говорим, но они периодически приедут в Гималайи, это не афишируется, и они, ну, скажем так, там в некоторых местах есть канал, прямой есть канал, соединение, ну, будем называть это все Акаши. Акаши – это слой эфира, где хранится вся информация. они берут эту информацию, которая может быть дальше. О чем идет речь? То есть, общая рекомендация, не общая, скажем, жениться, разводиться в этот период ретроградной Венеры, как сказал Андрей Бухарин, не следует, к примеру, но у каждого человека есть свои личные, конкретные циклы, и вот в том канале, которое мы планируем сделать с уважаемыми астрологами, какие-то вещи не будут открыты для общего пользования, они будут закрыты, поскольку те люди, которые захотят туда прийти, в этот канал, они могут задавать свои конкретные частные вопросы, и мы об этом будем говорить. То есть, у нас мы идем в развитии, мы идем по пути эволюции, познания, познания. Ну, я хочу сказать, можно, Майкл, добавить? Я хочу, во-первых, первую точку добавить, что, вот, про Гималайи, что это, как раз, возможно, и объясняет, что для профанов, так называемых, да, для, ну, для нас, кто в миру живет, таких, дать настоящее знание, в настоящее время опасно для человечества, поэтому дают вот тот обрезанный вариант, который дают, с которым мы, там, пытаемся что-то объяснить, какие-то, что можем объяснить. А, возможно, часть, действительно, таких, аналогов, там, брахманов, там, волхов, они имеют знания вот эти, и, возможно, где-то там гималайфи живут, ну, к примеру, я не знаю, честно говоря, но я это допускаю, мысль, вот там какие-то знания просто обязаны быть, потому что есть такая, как в организме, где-то вот, скажем так, архив, скажем, ну, идеального чего-либо, с которого потом копии идут, распространяется информация. И второй вариант, по этой теме тоже согласен, что нельзя давать вот эти знания, ну, скажем так, кому хочешь. То есть, если это просто по принципу как не навреди, то есть, кто желает, ради бога, можно, вот, как видят, того же типа клуба, да, не что-то такого вот сделать эзотеричество, вот, и там, скажем так, эти знания каким-то образом соприкасаться с ним. Ну, я, вот, аналоги такой параллель видел в этом. Совершенно замечательно, вот, поэтому у нас все еще впереди. Пишите, мы будем очень рады вашим вопросам, мы будем рады вашим замечаниям, комментариям, ну, желательно по теме, а нравится, не нравится, ну, это дело такое, это личное предпочтение, желательно негативные какие-то эмоции, низкие вибрации, иначе вот получим то, чего мы можем получить. Спасибо большое, дорогие друзья, за ваше внимание, спасибо, Андрей Бухарин, за интересную беседу, ну, да, и будем общаться, будем общаться. Да, удачи вам всем, здоровья, счастья, помните, что месяц затмений, это месяц, когда очень хорошо, я напоминаю, исправлять прошлое, вот, не столько начинать новое, сколько вот, ну, я так рекомендую, вот, конечно, у него очень, может быть, своя точка зрения, но, вот, лучше корректировать ошибки прошлого после затмения, за все. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok